Роман Григорьевич, а вот Александру Сирскому, ну, после Залужного, вот как ему будет? Может, сложно будет, как вы вважаете? Ну, как войскови будут принимать его на разе, после освобождения Залужного? Все зависит от того, как его назначали, как уходил Залужный и оставил ли он после себя Сирского. Дело в том, что не принято, согласно определенного кодекса офицерской чести, занимать место кресла бывшего начальника. Это выглядит очень не комильфо. И, естественно, любой офицер, который действует без согласования с человеком, который уходит, без этого согласования, он действует поперек определенных норм офицерской чести. И, честно сказать, если это происходит, ненадолго он выполняет эти задачи. Вот если при уходе, допустим, генерала Залужного, кандидатура на его место, генерала Сирского, была согласована с Залужным, и об этом знают, допустим, офицеры штаба и офицеры, которые будут работать с Сирским. То есть это креатура, грубо так, Залужного, Сирский. Вопросов никаких не будет абсолютно. То есть это есть понимание процесса. Но если этого не было согласовано и выглядит, как Сирский подсидел Залужного, ну, работа будет тяжелая, я вам скажу так. Ее практически не будет. Она уйдет сразу в песок, и это не в армии. В армии так не делается. А офицеры это все прекрасно знают. Это, я же еще раз говорю, есть кодекс офицерской чести. Потому с этой точки зрения, не зная стартовых, тоже нельзя. Я просто два варианта рассказал. Такой или такой. Но об этом может сказать либо Сирский, либо, скорее всего, Залужный. То есть это у него надо спросить, оставлял ли он Сирского за себя, или согласовывал ли кандидатуру Сирского с президентом и с самим Сирским. И, естественно, Залужный. То есть это очень важно. А тяжело, однозначно будет тяжело. Не может быть легко. Почему? Легче Сирскому. Почему? Потому что он все-таки командующий сухопутными войсками. Это основной вид войск в армии. Основной сейчас на данный момент практически. Он, можно так сказать, он практически руководил всеми войсками одновременно. Ну, сухопутка так сложилась. Пока не авиация, пока не ракетчики, потому что у нас нет ни того, ни другого толком. А именно сухопутные войска основные. Потому что Сирский и так управлял основными войсками. Потому в этом смысле ему сложно точно не будет. То есть технически не будет сложно. Он подтянет определенную свою команду в управление. Главное, чтобы ему не насовали со стороны. Это очень важно. То есть если ему сейчас канцелярия начнет совать со стороны людей, с которыми он работать не будет. Вот это будет очень большая проблема. Потому, опять же, об этом может только сказать сам Сирский уже. То есть эта креатура, которую ставят ему в команду, она согласована с ним? Он за нее или нет? И это очень важно. Почему же вот такие действия, они всегда вызывают большое трение, когда идет одномоментная замена лошадей на переправе? Вот чего нельзя этого делать? Должен быть естественное движение по служебной лестнице. Причем постоянное поднятие по временной и по служебной, по временной. Потому что военные уходят на пенсию в определенное время. То есть это весь процесс, он есть в армии. И вот эта пирамида управления, которая выстраивается снизу, она снизу, не сверху. Ее нельзя сверху выстроить. Ее можно назначить кого угодно, но пирамиды управления не будет. И вот когда пирамида управления снизу выстраивается, вот тогда проблем абсолютно никаких не будет. Но об этом можно сказать только со временем. На данный момент, ну конечно, динамику посмотреть, что происходит, назначение, отношение, ну и так далее, и тому подобное. Но однозначно знаю, если будет такое же внешнее управление, не попытка внешнего дергивания за нитки, как это было у залужного, то есть со всей вертикалью. Работы точно не будет. На 100% она еще ухудшится, по крайней мере. То есть сейчас Ирский должен отсечь все нитки управления его командой. И еще раз ее поперетрахивать чисто под себя. А вот дальше мы увидим, кстати, будет это действие, не будет. Будут дергать за нитки кто-то со стороны, не будет. Ну и так далее, и тому подобное. Роман Григоручко, прошу вас, будь ласка, прокоментовать ситуацию на фронті. Речник Таврій Дмитрий Виховій сказав про те, что бои з окупантами тривають в міській забудові Авдіївки. Він говорит про те, что боеві з'ятнення, якщо детальніше говорити, отбиваются уже не только в приватном секторі на півночі міста, а и в межах міської забудови. Задум противника очевидний, він намагается відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївским коксохімічним заводом та карьером. Скажите, будь ласка, з вашої точки зору, йде мова про котель наразі чи ні? Тому що, ну, говорят, що до цієї дороги, так, до логістики, через яку постачаються сили поставки нашим силам, ну, лишился десь кілометр, Роман Григорович, і цей кілометр прострілюється. Ну, кілометр уж точно буде прострілюватися, тому що можна прострілювати і 10 кілометрів, кілометр, два кілометри прострілюється пулеметами, навіть можуть, не говоря вже... Знаєте, ну, важливо, чи буде, як ви вважаєте, чи буде ухвалено рішення, так, про відхід, чи поки що зарано про це говорити? Ну, а зачем отходить? Я пока не вижу, не обходить. Там котлом не пахнет абсолютно. То есть, вот эти моменты, которые сейчас пытаются россияне отсеч, выйти, даже вот тот же Абдиевский Коксахим, но Абдиевский Коксахим, он на севере, севернее Абдиевки такого. Он, кстати, никогда не был в зоне обороны. Он всегда был вынесен, там был у него или есть хозяин, некий такой никому неизвестный олигарх, как вот этот неизвестный никому олигарх как-то договорился, и у него Абдиевский Коксахим в трех километрах от фронта восемь лет работал. А потому, естественно, военные его не видели, как систему обороны. Сейчас просто взяли под контроль, почему ваши россияне, скорее всего, эти договоренности исчезли, мягко так скажем. Не россияне начали обрабатывать Абдиевский Коксахим. Артиллерии, естественно, мы взяли его под свой контроль. Потому вот это, можно сказать, это серая зона, которую мы заняли. Потому вот таких проблем, когда вопрос там об Абдиевском Коксахиме идет, это не азовский, помните, этот завод в Мариуполе, не мариупольский. То есть это немножко другая картина. Здесь основное ядро нашего гарнизона, оно южнее Абдиевского Коксахима. Потому северо-зона удерживается. Когда говорят, что там прошли, они какой-то карьер рядом с Коксахимом, это не стратегическая проблема. Стратегическая проблема может быть, если россияне чуть западнее начнут в районе Орловки выходить на дорогу и дальше сомкнуться с южной клешней российской, которую они там с опытного водяного пытаются выбросить на север. Так вот эту клешню мы удерживаем. Причем там по некоторым позициям вернули свои рубежи. И она никуда не двинется. Потому дорога на Абдиевку точно будет работать. И в самой Абдиевке находится гарнизон. Причем там, ну, это же армейские запасы должны быть где-то на полтора-два месяца работать даже без этой дороги. Просто проблема в Абдиевке. Там до тысячи гражданских есть, сидит по подвалам, до сих пор не выехали. А есть раненые, которые надо вывозить. И это такая, так называемая, дорога жизни, если она под обстрелом, не дает возможности ни ротацию, ну, реально, то есть, не нереально, а именно в большом количестве и провести плановую ротацию, допустим, вывоз раненых, подвоз боеприпасов новых, допустим, это да, это есть проблема, но это проблемы военные. Они решаются военными методами для выполнения задач. Создается определенный коридор. Ну, это свои моменты. Потому есть возможность однозначно удержать Абдиевку. Я думаю, мы ее удержим. То есть, вот на данный момент не вижу такой большой проблемы отходить. Но самое интересное, за три месяца, пока наши ребята удерживали Абдиевку, сейчас отрыт серьезный укрепрайон западной Абдиевки. Сейчас у нас уже обрушения фронта не будет, какое бы было бы в прошлом году, в конце года, если там октябрь, ноябрь, декабрь, мы бы начали отходить от Абдиевки. Нам бы пришлось отходить аж до Карловки, это 30 километров. Это тогда обрушение фронтов всего было, в Восточном. А раз так, а сейчас уже отрыты препрайоны, по большому счету, это как раз линия обороны западной Абдиевки. Она еще и удерживает от окружения Абдиевки как раз вот этими российскими войсками, уже просто ближе к самим войскам. Продолжение следует...